Благотворительность. Немножко вспомним и расширим то, что мы выучили предыдущий день, да, и будем уже о различных частных случаях, то есть как приглашать гостей, да, как ухаживать за больным, за стариками, да, как приходить в больницу, значит, что делать, да, когда посещение больных и так далее. Хорошо, если мы говорим о благотворительности, так, то еврейские термины, два термина, как это будет? Хэсэд, гмилус, гмилут хасадим, да, и цдака, значит, цдака и гмилут хасадим. Они близкие друг к другу понятия, да, гмилут, гмилут, это буквально гамель, это избавлять, избавлять кого-то от какой-то опасности. Так, итак, значит, значит, цдака, а слово цедек, праведник, да, и праведность того же корня, да, цдака, это праведность, справедливость, и быть справедливым, это каждому давать то, что соответствует его заслугам или достоинствам, или не соответствует. Соответствует? Хорошо, от каждого по потребностям, каждому по труду, да? Значит, бедный человек не работает, бедный человек не зарабатывает деньги, он бесполезен для общества. Какую ему сдаку? 20 копеек на патрон? Вы понимаете, это незаслуженная милость, да? Если вы платите работнику за то, что он работал, это является цдакой? Нет. Вот, но если, возвращаясь за лоб бедняку, который не может вернуть долг, это, говорится, поставится тебе, да, в цдаку. То есть, в принципе, получается так, по справедливости нельзя его возвращать за лоб, пока он не выплатит. Ну, помните, мы говорили, что есть расширение заповеди в лучшую сторону, да? В худшую сторону есть расширение заповеди? Нет. Значит, расширение заповеди в лучшую сторону. То есть, и понятие сдаки, и понятие милости, милосердия. Оно сходно, правда? Итак, когда мы даем человеку то, что он не заслужил, да? Вот, поэтому это цдака. И обычно, когда мы употребляем слово цдака, мы обычно что? Говорим о каких-то вещах, да, или финансовых, да, каких-то. Но если мы говорим, что производим какую-то работу, да, сами, это больше, чем если мы просто дали деньги. Ну, скажем, мы дали человеку деньги на ремонт квартиры. Это что будет? Цдака, да? Но если мы помогли с этим ремонтом, сами участвовали в этом ремонте, это что? Да, это уже будет гмилут хасад, да? То есть, гмилут хасадим, это означает то, что мы добавляем нечто, я, еще раз, мы об этом вчера говорили, я просто вам подчеркиваю, почему это важно. Что если дака, мы просто один от себя дали, ну, конечно, это пожертвование для нас, но, в общем-то, мы сильно больших усилий не применяем, да? Но если мы тратим свое время, свою энергию, свои какие-то навыки на это, да, то это у нас, как называется, гмилут хасадим множится на число. Гмилут хасадим, да. Есть какие-то ограничения для цдаки или гмилут хасадим? В Торе нет ограничений, да? Но обычно нужно делать так, чтобы самому, естественно, не разрыться, вы сами понимаете. Поэтому обычно считается, что это либо десятая часть, либо пятая часть, да? То есть, то, что мы можем дать, и сами не остаться бедными. Я так, например, считаю, что если кто-то берет у вас деньги в долг, да, то нельзя так отдавать деньги в долг, чтобы самому быть голодным и занимать в другое, да? Да? Вы понимаете? Может быть, он вам его не отдаст. Пусть вы дадите меньше. Помните, мы говорили, можно дать полную сумму, да? Можно дать меньше. Но пусть вы дадите меньше. Но у вас не будет от этого никакого ущерба. Правда? Ну, то есть, какую-то часть суммы вы потратите. И даже если вы даете в долг, давайте, конечно, не говорите человеку, что я с тебя долг не спрошу. Но для того, чтобы вам быть спокойным, чтобы вам не быть связанными, да, люди часто связывают друг друга, а потом никак развязаться не могут. То лучше давайте так, с расчетом, что если он вам не вернет, чтобы для вас ущерба не было. Но если он вернет, то оба будут довольны. Правда? Хорошо. Значит, если еще Гмилов Хоседим не имеет ограничений, потому что распространяется как на бедных, так и на богатых, и на живых, и на мертвых. То есть, мертвыми мы должны оказывать помощь? Похоронить, да, как человека, а не как собаку. Правда? Это тоже входит. Помните, есть Хеврат Кадиша, похоронное братство, да? И помните, я говорил, что почтение к мертвым родителям, это не есть там поминки, как язычники делают, да? Вот. Но это есть то, что говорится, что уважая их, да, отца и мать, да? То есть, мертвый человек тоже достойен уважения или нет? А он умер и выкинет ее на помойку, да? Знаете, как сейчас коронят в Германии, по-моему, и в Австралии? Ну, иногда в Крематории, но если где-то, по-моему, я не помню, или в Германии, но в Австралии точно. Значит, чтобы не заменить землю под кладбище, а бурят дырку, да, человека в полиэтиленовый мешок и туда. Да, ну, меня, чтобы туда засунуть, надо еще сверху такой квач. На глубину и засыпает, да? Ну, с минимум уважения к мертвому телу, вообще никакого уважения, да? Вот, некоторые даже специально такие вот атеисты, когда для того, чтобы спокойно себя чувствовал в морге студент, даже так, типа, вот, ты даже как надругаться над этим телом, понимаешь, чтобы преодолеть себе что-то такое. Но мертвое тело, оно тоже заслуживает уважения, хотя обращаться с ним надо осторожно, потому что вы знаете, что в мертвых селах часто собираются бесы. Я вам уже об этом как-то говорил. Поэтому, а если богатый нуждается в помощи, то есть у вас право вообще не оказывать ему помощь? Ну, надо подумать, конечно, да? Но, в принципе, и богатый может плакать, да? Ну, только одному эти деньги нужны для того, чтобы хлеба достать, а другому нарушение, а не производство. Ну, естественно, если вы можете помочь, пожалуйста, помогите человеку. Поэтому нету ограничений, да? То есть единственное ограничение – это давайте свою помощь так, чтобы вам не было потом мучительно, больно об этом вспоминать. Да? Вот. Поэтому это мысль распространяется как на бедных, так на богатых, как на живых, так и на мертвых. Хорошо. Дальше. Если мы будем выполнять заповеди, то это, получается, как бы два таких аспекта. С одной стороны, мы выполняем заповеди, потому что это приказ Бога, да, оказывать милосердие. Но, с другой стороны, нам это важнее, или это больному, я все время говорю больному, потому что у меня такая стереотип мышления, как врача, да? Но если мы нуждающимся даем помощь, да, кому от этого больше пользы? Больше пользы нам. Нуждающимся тоже пользы, да? А почему нам польза? Да? Мы проявляем смирение, выполняя Божьи заповеди, да? Согласны? Если человек просто страдает, есть ему от этого какая-то польза? Да? Помните, мы говорили, что награда, то есть результат, польза бывает не от добрых дел человеку, да, и не от страданий, но от рождающихся не смирение, да, насколько мы смирим себя, потому что можно делать много добрых дел и быть гордым, да, можно делать много страданий, да, в этой жизни и пойти в ад в той жизни. Я вот когда размышляю, я так думаю, что, наверное, хороших людей в аду все-таки больше окажется, чем плохих. Как вы думаете? Потому что откровенно плохих людей не так уж много. Согласитесь, да? Ну, может, Гитлеры, такие вот люди, сатанисты, которые уже настолько подвержены дьявольскому влиянию, что они уже, ну, совершенно не могут ничего сделать. Но, как правило, плохой человек создаёт свою нечистоту, и у него есть возможность покаяться. Но гордый человек, он не покается никогда. Помните, мы говорили, и праведник, который гордый, да, он тоже не покается. Или озлоблённый человек, который перенёс всякие страдания, а он опять-таки что? Не покается, потому что он злой, он злодень, да? Помните, есть люди, которые смирённые, да, это высшая степень, они смирённые. Есть эвьон, это те, которые пытаются выйти из этого состояния, да? Вот. А есть люди, они находятся в этом же состоянии. Знаете, даже есть такой синдром госпитализма, когда больной не хочет быть здоровым. Да? Почему? Потому что ему больному выгоднее. И даже не только потому, что больному пенсия положит, или какие-то льготы, а просто он будет от людей постоянно требовать сожаления, участия. Знаете, какие есть энергетические вампиры? Вампиры есть, это реально, это я знаю, и это, как врач, заверяю. Они из вас всё высосут. Вот поэтому лучше с такими людьми дело не иметь, да? Вот дайте, если он действительно нуждается, и уйдите проще от него. Потому что он из вас высосет все силы, все соки. И у вас не останется что-то делать другое. Кто занимается, работает, да, с больными, знает об этом. Да? Встречались вам такие? Вот. Хорошо. И поэтому можно тоже попасть в ад. А хорошие люди, они считают себя как? Ну, я хороший, неплохой человек, да? Мне не надо каяться. То есть критерии для рая и для ада совершенно разные. Это не только взвешивание наших добрых дел. И вообще, как вы думаете, если бы мы любили себя, мы бы просили себя больше испытаний или нет? Если бы мы по-настоящему любили себя, мы бы просили у Бога больше испытаний. Здесь у меня есть хорошая, интересная книжечка. Ладно. Я чувствую, что вам тоже необходимо. Будет почитать из нее. Где же я ее положил? Ага, вот. Там, герой этой книжечки, такой Шая, автор Яков Шехтер. И вот этот бедный Шая был такой бедный, несчастный. И вот он рассуждает. Счастье, правда, как и неудача, подчиняется своим законам. Или оно есть, или его нет. Можно сколько угодно свистеть и царапать мачту, зазывая попутный ветер. Можно показывать кушке-шкостру, куда дуля туда дым. Закуривать новую сигарету, поджидая автобус. Цена этим народным приметам одна грошь. Такие совсем не праздничные мысли крутились в Шаяной голове, пока такси везло его из больницы домой. Мево пробегали знакомые улицы, их названия, ставшие привычными и уже почти родными, радовали Шаин взор, подернутый слезой жалости несчастному себе. Как вы думаете, саможалость – это хорошо? Это очень разрушительное чувство. То есть о себе заботиться надо, да? Можно себя и пожалеть, но не надо входить в это глубоко, да? Человек не должен страдать. Помните, мы говорили? Вот. И в улице там читают. Рамбам, Раби Акива, Жаботинский думал, что это все-таки лучше, чем Ленин, Куйпышев, Маяковский. Но какой идиот придумал в честь праздника бить друг друга молотками по голове? В самом деле, кто автор столь замечательного обряда широко распространенного в День независимости Израиля? Какие ангелы двигали рукой безымянного еврейского гения, настроившего пищалку в наконечник пластикового молотка? Загадочные дела твои, о избранный народ! Таинственные и глубокие твои символы! То есть в День независимости Израиля положено бить молотками по голове друг друга. А чтобы было весело, молоток делается такая пик-пик-бум! Встречали такие молотки, да? Да, а у бедного Шая была пробита голова, потому что он связался с мафией, и пробили ему голову. Поэтому бедного Шая, когда он посмотрел на это, стало плохо. И бедный Шая стал думать, что же делать, что же делать? И надо, наверное, посоветоваться с Рэбби, да? Вот, пошел он, значит, к Рэбби. Если вы ищете Рэбби, обратился Шая один из хасидов, так идите на последний этаж, дверь направо. Шая поднимался по лестнице, с каждым шагом словно уходил дальше и дальше за чертой иной реальности. На площадке четвертого этажа ему уже казалось странным, что в мире существует что-то помимо этих грязновато-белых стен, мраморных ступеней, тишины и холодного воздуха. Секретарь Рэбби, хасид средних лет, с приветливым лицом, кратко расспросил Шаю о семейном положении, работе, здоровье дешей и волненностно щелкнул несколько строк на клочке бумаги и сказал, посидите пока тут, а я зайду к Рэбби и узнаю, когда он сможет вас принять. Передав листок Шаи, он вышел в другую комнату и закрыл за собой дверь. Это квитл, прошептал Мотти, указывая на листок. Рэбби сначала читает его, а потом уже спрашивает сам то, что найдет нужным. Что такое квитл? Помните квиток по-украински, да? Да. Ну, это что, билет? Билет. Билет. Да. Квиток, квиток, билет. Да. Ну, в общем, пошел он к этому Рэбби. Рэбби сидел в глубоком кресле, глядываясь в табличку с именами Бога, стоявшего перед ним на большом столе, покрытым статтертью из коричневого бархата. Длинные седые пейсы с соломенным отливом не спадали из-под черной шляпы. Садись, сказал Рэбби. Давай квитл. Шаи отдал листок, сел возле стола. Окна в кабинете были прикрыты ставнями, и все пространство мира словно бы замкнулось в промежутке между двумя язычками пламени. Ты ищешь справедливости? Вдруг спросил Рэбби. Вернее, спросил, а как-то произнес с полутвердительным, полупрошающим тоном. Шаи даже не удивился, откуда Рэбби известен вопрос. Да, сказал он, я хочу понять, почему меня преследуют неудачи и за что я страдаю. Рэбби не ответил. Сидит этот Рэбби и начинает засыпать. Знаете, как говорится, пастор не спит, пастор молится, да? Незапно глаза его начали прикрываться, голова клонится все ниже и ниже, и вдруг опустил подбородок на грудь, Рэбби заснул. Шаи оторопилась. Таким трудом добрался до этого Рэбби, записался на приемку, и так получил уже. И тут. Устал, наверное, старик подавал неожиданной нежностью, вот и соблял в тишине. Рэбби спал так сладко и заразительно, что Шаи захотелось закрыть глаза. Несколько секунд он боролся с искушением, а потом опустил веки и погрузился в блаженную дрему. И приснился Ишаягу Райсеру странный сон. Он увидел свою смерть, похороны, плачущую жену, памятник на могиле, а потом земля поплала куда-то вбок, и он оказался на небесах. Там находилась комната с тремя судьями и громадные, и сами посередине. Он не смог бы объяснить даже под пыткой, но точно знал, что дело происходит в другом мире, а эти трое будут его судить. Внесите грехи Ишаягу Райсера, приказал первый судья, и ангелы в черных одеждах с трудом втащили огромный ящик, похожий на тот, которым Шаи отправлял в Израиль багаж. «Поставьте их на весы», — сказал второй судья. «Ангел заволохил ящик еще на одну из чаш, и он гигантской своей тяжестью словно припечатал, как полу. «Внесите добрые дела, Ишаяга Райсера», — провозгласил третий судья. «Ангел в белых одеждах осторожно поставил на вторую чашу маленькую шкатулку». Стрелка даже не дрогнула. В комнате воцарилось молчание. Шая понял, что дело принимает дурной оборот. Жуткий невообразимый страх охватил его. Все боли и ужасы, перенесенные там на земле, казались ему ничем по сравнению с секундой этого страха. «Внесите страдания Ишаяга Райсера», — приказал первый судья. «Ангелы в белых одеждах принялись укладывать на весы какие-то кулечки, свертки и пакеты, и с появлением каждой из которых Шая становилась чуть легче». «Ангелы несли и несли, сколько у них всех страданий было, да?» И вот стрелка весов, казалось, безнадежно загнанная в угол, дрогнула и поползла в жирной красной черте, разделяющей шкалу. Стрелка подбиралась все ближе и ближе. Она почти уже прикоснулась к черте, кокетляя изогнутым боком, как вдруг ангелы остановились. «Почему вы стоите?» — скрещала Шая. «Несите еще скорее! Скорее несите туда!» В этот момент он проснулся. Тихонько потрескали фитильки, и Рэбе смотрел на него ясными, спокойными глазами. «Что-то не пойму!» — раб Шаягов сказал. «Вы просите избавить вас от страданий или добавить еще?» Правда? Хорошая еврейская притча, хотя я говорю, что в действительности не так все будет. Но страдания, видите, как и добрые дела, они, выполнение Торы, они способствуют что? Терпению, да? А от терпения происходит мудрость. Петра считали, да? Это же все еврейские майцы. Тут ничего такого особого придумывал христианского, нееврейского нету. Правда? Так что, вы должны понимать, и, значит, вот этих добрых дел, и от страданий происходит смирение. А вот смирение, да? Это как раз то, что нам нужно. Поэтому все неудачи, все беды и несчастья, да, надо благодарно иметь. Помните, я вам рассказывал о человеке, который без ноги лежит, да? Или там сломанной ногой и кричит, и радуется, да, что у него есть еще вторая нога, да? Вот, я тоже потом вспомнил такие стишки, правда, у меня они на украинском языке. Я не знаю, как они на русском звучат, но на украинском они хорошо звучат. А мне в битве пиццератогой руку выдервал, а то ногу. Я на койце ляжу, на предлогу ляжу. Пощасило меня, слава Богу. Пощасило меня, слава Богу. Вот так. Так что, если мы все будем страданиями, страдания будут, да? Страдания абсолютно необходимы для нас. Это не что-то такое, от которого мы должны избавляться. И если вам какие-нибудь такие вот харизматические, извиняюсь, сказать, что ереси трудно, ну, закидончики. Закидончики, я говорю, в таких случаях. Говорят, что Иисус никогда не поведет нас с дорогой страдания и скорби. Вот, Иисус всегда только за то, чтобы мы выздоровели, чтобы мы были богатыми и так далее, да? Вот, это абсолютно не по Писанию, да? Потому что сказано, что в мире будете иметь скорбь и освобие. И, наоборот, даже, кто идёт, да, тот страдает за имя моё, да. Избавит Господь, да, но не даст, понимаете, как он даст возможность, да? Не даст искушения, то есть испытания сверх нормы. Да, искушение – это испытания сверх нормы, да? Бог знает нашу норму, и Он даёт ровно по нашей норме. Хорошо, вот. Поэтому очень важно, значит, помогать. Потому что, помогая другим, мы, прежде всего, помогаем самим себе. Значит, что можно делать? Давать долг без процентов, да, проявлять гостеприимство, навещать и утешать больных, сдамжать одежды того, кто в этом нуждается, помогать жениху и невесте, радовать их, да? Также участвовать в похоронах, да? Есть ещё такая хорошая митсва, шива, есть сидение в скорби, а есть ещё сидение, вот, когда человек умирает. Это и у православных, но есть такая, понимаете, не сидеть, не кодить там, ничего, просто не бормотать там какие-то молитвы, просто сидеть. Значит, есть такое выражение – каждый умирает в одиночестве, да? Но всё-таки каждому необходимо, чтобы кто-то разделял его в этот миг, в этот миг перехода. Я ещё раз говорю, помните, что смерть – это не исчезновение, да? И пусть не думает, что означало, что, помните, вы говорили уже, что если ты хочешь уйти от скорби этого мира, то получишь ещё намного больше, да? И всякий человек, даже праведник, он может в это время чувствовать, да, очень неприятные ощущения. Ну, есть, конечно, праведники такие, которые же совершенно спокойно умирают, как укладывается в сноп, да? Ну, большинство людей всё-таки тяжело умирать, да? Поэтому можно просто сидеть рядом с умирающим. Помните, как сидели возле Иова, хотя он и не умирал, но у него очень тяжелые обстоятельства, да? Друзья. И они сидели и молчали. А вот когда рот раскрыли, так я вам сказал, что лучше бы и приходили бы вообще, правда? Так что вот так сидеть, даже и молчать – это тоже молча разделять. Вот. Утешать скорбящих по умершим, мирить тех, кто в раздоре. То есть это всё различные проявления, да, люби ближнего, как самого себя, и самый главный принцип этический вы его должны выучить. Обязательно наизусть. Я думаю, что на тесте он будет. Какое главное? Люби Бога в человеке, который он создал. Совершенно верно. И ещё интересно, что, чтобы выполнить митцву хмилоса с единой, недостаточно просто оказать помощь нуждающую. Истинный смысл этой митцвы выразили наши мудрецы. Не сказано счастлив, кто даёт бедному, но сказано счастлив, кто заботится о бедном. То есть вы помните, что дать – это не такая большая проблема, да? Но если мы заботимся, мы тем самым изменяем самого себя, правда? И мы увеличиваем любовь. Чем больше мы о каком-то заботимся, да, даже если взять просто котёнка и на второй день выгнать. Да? Вот. Это одно. Если вы возьмёте котёнка, и он у вас поживёт месяц-другой, вы будете его кормить, смотреть. И вам уже труднее выгнать. Тем более это с человеком, правда? Вот очень такое интересное вещь. Помните, что мы ответственны за тех, кого приручили. Вот такой был маленький принц, да? Вот. Тоже там вот эти притчи, они очень похожи такие на еврейские. На еврейские притчи. Хорошо. И мы говорили, что если будет среди вас нуждающийся, открой ему руку. И дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нуждается. Не сказано, что проложи ему протянутую руку, да? Открой ему руку, то есть свою, да, его руку. До того, как он попросит помощи. И мы говорили, что существует восемь, да, восемь вариантов. И критериями вариантов оказания помощи являются три фактора. Первый фактор – знает или не знает тот, кто даёт, и тот, кто получает помощь. Потому что тот, кто даёт помощь, может возгордиться, да? Если будет проходить этот человек, которому он дал помощь. А тот, кто получает помощь, он может оказаться в зависимости, да, от того человека, да, который ему дал помощь. То есть, ну, как, нормальный порядочный человек, он всегда стремится, да, чтобы было и с его стороны отдача, правда? Второй фактор – это в зависимости от того, стыдно или не стыдно, да, получать помощь. Опять-таки, ну, есть люди, у которых вообще нету стыда. Вот, и они иногда, помните, даже специально симулируют, да, вот такие вещи. Значит, ну, любой человек, да, вот даже в начале, даже профессионально мы ищем, любой человек, да, прежде чем ему подадут, он испытывает очень сильный стыд, да? И чтобы человек не испытывал такого стыда, тоже применяются определённые методы. Значит, что нужно так, чтобы он не испытывал стыда? Дать так, чтобы он не знал, да, опять-таки, или дать ещё до того, как он обеднеет, да? И третий фактор, и третий критерий, да, насколько вежливо даёт помощь человек. Если он даёт, да, с радостным лицом и даёт в полном объёме, это хорошо, да? Но если он даёт не в полном объёме, я ещё раз говорю, для того, чтобы дать кому-то, да, мы не должны разорять самого себя. Правда? Единственный случай, о котором говорится, что мы обязаны содержать своих родителей, даже если нам придётся для этого, да, идти и просить подаяния. Это очень важно для нас учитывать. И можно дать человеку частично, да, но можно дать, как говорят, с хорошей миной, да, с хорошим выражением лица. Да. Вот. Но можно сказать и при этом как-то унизить и оскорбить его, да? И поэтому Рам Бам, Раби Боше Бен Маймун, он много написал очень умных и полезных книг, которые я вам тоже советую читать, да? И он сам был врачом, и у него было много людей, нуждающихся в помощи, он дал определённые по этому поводу советы. Итак, самое лучшее, что мы можем сделать человеком? Да. Да. То есть, если ещё до того, как он обеднял, но у него дела начинают приходить в упадок, мы окажем ему помощь. Он ещё не просит нас ничего, да? Вот. Просто мы помогаем ему, и не просто даём какую-то определённую сумму, а помогаем ему устроиться на работу, берём в компаньоны и так далее, чтобы он мог сам заработать деньги, да? Это самый лучший вид помощи, тогда он не будет чувствовать с чем-то обязанным, да? Вот. И он сам сможет на своих, так сказать, руках и ногах заработать и другим ещё давать. Да. Да, Бог тоже наш компаньон, совершенно верно. Это тоже есть много хасетских притч по этому поводу. Видите, я почему вам читаю эти притчи или стихи, правда? Вот можно просто сказать какое-то правило, да? Но если вы прочтёте притчи, вы задумаетесь над ней. Так же и делаю Иешуа. Хорошо. Второй случай. Это меньше, да? Скажите, следующий меньше. Кто скажет второй случай, как? Дать так, чтобы получающий не знал. То есть, мы знаем... А, нет, мы не знаем, кто получает. Мы говорим, двойной слепой метод, да? Двойной слепой метод. Я не знаю, кому даю, да? Тот, кто получает, не знает, что он получает. То есть, я даю какую-то кассу, или, как сказать, отдай в воротах своих, да? Это не говорится, что надо положить возле дверей. Это говорится, когда говорится о торе. Это что, определённо, есть касса взаимопомощи, да? Они были и в Израиле, и они обязаны быть в каждой общине. Видите, с чём отличаются многие христианские динаминации? Они, в общем-то, об этом не заботятся. Ну, как иногда, когда гуманитархов Америки приводится, они, конечно, раздают себе, там, и что-то, может быть, другим людям. Но они считают, что забота, так сказать, о цдаке, о хмиловской сад, это индивидуальное дело каждого, да? Но не такие вот традиции еврейских общин. Первое общение. Да. И то же самое было в первой общине. То есть, там тоже определённые были люди, да, которые занимались этим. Как их называли? Диаконами. Сейчас диакон, это фактически лишило смысла, лишило смысла, это просто старейший на церкви. Но в действительности это был человек, который занимался именно делами помощи, да? Да. Он занимался делами помощи. Он раздавал помощь, гуманитарную, там, пищу, питание и всё, что необходимо было людям. Да, раздаватель должен что делать? А раздавать, это не касается только богатого человека, да? Но здесь говорится и о служении в общине. И это очень важно. Помните, сколько, какие кассы были в общинах? На свадьбе, на помощь. Да. Значит, касса взаимопомощи, да? Потом кассы, связанные с похоронами, со свадьбами, касса для выкупа пленных и так далее. То есть, на различные случаи, касса помощи Израилю, да? Помните, мы говорили, голубая копылка. И были ещё различные даже целые организации, и сейчас существует, джоинт, например, и так далее, которые оказывают помощь бедным евреям и тех, которые нуждаются в помощи. И это дело не личное, да? То есть, личное дело каждого тоже в смысле выполнения заповеди, но в традициях, а мы должны обязательно эти традиции учитывать, еврейских, мессианских общин, да, обязательно такие организации должны существовать. Видите, и опять-таки о похоронах. Хоронят людей как хотят, по-разному. И, в общем-то, тоже, получается, как-то всё думают об этом мире, а о мире том, да, не думают. И мы ещё говорили о такой трагедии, что не готовят людей к смерти. Я вас тоже сегодня буду рассказывать, сегодня или завтра, да, о том, как надо готовить к смерти, да. Помните, как земля Санникова говорит, без могилы человек – это не человек. И мы продолжаем, да, тема благотворительности. Гмилт Хасадим, да. Тут Зака и Гмилт Хасадим. Мы сейчас, я ещё раз вспоминаю то, что у вас обязательно должно быть, да, и ещё раз подчёркиваю и даю вам акценты. Я считаю, что это нам необходимо повторять для того, чтобы чётко знать. Хорошо. Итак, значит, второе – это, как мы говорим, двойной слепой метод. А дальше что мы делаем? Дальше. Значит, видите, да, один знает, другой не знает, да. Да, и поэтому он бедный, значит, не знает, от кого получает, и что получается? Благодарит Бога, да. Вот. Либо бедный знает, от кого получает. И в таком случае он уже будет в какой-то что? Уже в зависимости, да. Он уже будет благодарить не Бога, а того, который даёт. Это в тех случаях мы знаем, что либо мы можем человеку карман положить куда-то, вот, либо что, чтобы он не знал, кто дал, да. Вот, чтобы он не знал, кто дал. Ну, анонимный такой даятель. Вот. Либо можем оставить, да, чтобы человек взял, и он будет знать, что он взял от нас, но мы не будем знать, кто взял, да. Хорошо. Следующий какой уровень? Бедный знает, от кого берёт, а он ещё не знает. Да. Вот. Ну, мы говорили, что это два уровня, они очень похожи. Ну, больше, конечно. Да. Когда, видите, бедный не знает, да, потому что он благодарит Бог. Хорошо. Следующий уровень мы говорили, когда оба, да, знают. Это пятый у нас какой? Шестой? Пятый. Значит, пятый уровень, когда оба знают, да, но что? Дают до того, как попросят. То есть, знаешь, что он бедный, да, вот, знаешь, что тут есть бедный учитель Торы, и ему приходят и дают. Я говорю, спасибо. Но я же никого не прошу, да, вот, на день рождения. Я очень благодарен, мне такая радость, я... Вы знаете, я всегда молюсь за тех людей, которые мне хоть что-нибудь дают, да? Вот. Не потому что я такой жадный человек. У меня были такие случаи, когда мне бы выдавали буханку хлеба, и я отказывался. Я был сердитый, гордый такой, да? А потом понял, что надо всё, всё, что вам дают, берите, да? Вы благословляете человека. Только в двух случаях, да, помните, вы не можете взять. Если вас это просят, как обязанность, да, связывают, нарушить Тору, или нарушить какие-то законы, или если это будет, да, вред, да? Ну, идоложертвенные, я тоже не знаю, эти яблоки были ли они, там, идоложертвенные, или не были идоложертвенные. Да, вот, скажите спасибо. Ну, только скажите, что я их не буду есть, что из определенных культов. Я вас благодарю просто за эти. Ну, понимаете, в чём дело? По-разному можно, да? Вот, можно так манипулировать, что тебе будут давать, правда? Вот, конечно. Вот, да яблоки, доложертвенные, доложертвенные, ничто. Просто, если вас, вам предлагают делать это, как участвовать в определенном культе, да, то вы скажите, что спасибо за яблоки. Ну, я просто считаю, что вот именно какие-то исполнения вот таких религиозных обязанностей для них, для меня, недействительны. Но за яблоки спасибо, ешьте на здоровье, правда? А вот в том случае, если вам дают что-то конкретное, эти всякие, водку, там, допустим, и так далее, да, даже если вы возьмёте водку и скажете, что вы её пить не будете, то всё равно это будет минус для вас, да, и все будут знать, что вы верующие, а водку берёте, да? Да. Хорошо. И следующее, значит, что, сколько он там даёт? Да, даёт сколько нужно, да, но когда его попросят, да? И предпоследний и последний случай, это когда не дают полную сумму, да? Ну, можно дать человеку с хорошей именой, да? А можно сказать, а пошёл ты, и больше, чтобы я тебя не видел. Ну, самое худшее, это вообще, типа, Бог подаст или придите завтра, да? Это уже тут вообще не говорится о вздоке. Хорошо, прекрасно. Значит, это мы с вами поняли. Ну, вот ещё можно немножко расширить некоторые законы, касающиеся Гмилот Хасадим. Выполнять заповеди сдаки и Гмилот Хасадим полагается всем. Причём, даже бедняк, который сам живёт с такой, должен выделять часть из своих скудных средств над сдаков. Потому что, какие бы мы бедные ни были, мы всегда найдём кто-то, кто беднее нас. Да, и мы не можем сказать, что вот, ты знаешь, вот я вот, когда Бог мне будет давать полную зарплату, да, это же тоже испытание. А я получил только половину зарплаты. Вот, когда он мне даст, вот это я десятину выплачу, и тогда я бедным отдам. Значит, все. Есть люди нуждающиеся, одни в большей степени, другие в меньшей степени. И нет такого человека, да, который сказал бы, что я самый бедный в мире человек, как кажется. Я самый больной в мире человек. Помните, когда он хотел торта там сладкого? И плюшки он там что-то ещё, да, по-моему, ел. В общем, что-то вкусненькое, да. Хорошо. Дальше. Заповедь Милат Хасадим, мы говорим, в отличие от Заке, требует личного участия, да? И на выполнении не оказывается никаких ограничений, не существует такой меры соблюдения, с которой можно сказать, что мы всё полностью выполнили. Это касается не только Милат Хасадим, но и любой конкретной обязанности, относящейся к заповеди. То есть, милосердие, оно не ограничено, да? Оно ограничено только нашим положением, чтобы мы потом сами не оказались в таком положении. Как вы думаете, если мы кому-то дали деньги, а потом только и думаем, вот какой я дурак, я дал эти деньги, да? Скажите, будет нам от этого пользу? Ну, конечно, тому, кто получил, будет. Да? Цара говорит, Абрам, Абрам, чё ты не спишь? Тау, там, изи, сосед мой за стенкой, да, взял у меня сто долларов, Абрам, а, я, да? Да. Так, а, значит, я, как там, подожди, он тебе не отдаст, да, помните? Вот, говорит, а я теперь не знаю, как это отдавать эти сто долларов. А, кричит, Хаим там, ты знаешь, Абрам тебе должен сто долларов, так он тебе не отдаст. А теперь ты спи, да, и пусть он мучится. Хорошо. Так, чтобы не было мучительно больно, потому что в таком случае мы такой вред наносим себе. Безусловно. Адалживать деньги тому, кто в них нуждается, важнее и предпочтительнее, чем давать милостыне бедному. Последний уже дошёл до нищества, тогда как тот, кто просит взаймы, до такой степени ещё не опустился. Видите, мы говорили, что тот, который нуждается, да, даже лучше ему дать, чем нищему, потому что тем самым у нас не будет двух нищих. Да? А если мы этому не поможем и дадим нищему, мы и нищего не поднимем, да, и этот человек станет нищим. У нас будет двое нищих. Существует обязанность давать в долг даже богачу, если он в этом нуждается, или помогать ему добрым словом, или советом. Запрещается оказывать давление на должника, если известно, что он не в состоянии вернуть деньги, взятые взаймы. Вообще, я даже вот в интернете где-то неделю-две назад прочёл ужаснейшую вещь. Ужаснейшую вещь. Одного человека поставили на счётчик, оказывается, знаете, сколько он должен был? Всего лишь 125 гривен. Но для них важно, для этих рэкетеров, важно, как говорится, держать свой рынок. Если они хоть малую сумму прощат, то кажется, что в таком случае они потеряют свой престиж и, мол, не будут возвращать деньги. Вот они её, значит, поставили на счётчик, потребовали, вот, зашли к нему, вот, и давай, мы тебя будем убивать. Тут как раз вышла жена, и это было всё на глазах десятилетнего ребёнка. Ну, говорит, хорошо, хочешь, чтобы тебя не убили, мы тогда твоей женой попользуемся. И изнасиловали женщину. За 125 гривен. И десятилетний ребёнок бедный попал в психиатрическую больницу, при этом находился. Но вообще невообразимо, да? Не представим. Вот так работает дьявол, вот как работают его слуги. Поэтому бедного, и даже если богатый не может долг отдать тебе, да? Что нужно? Прощать. Это опять-таки не ему важно. А кому? Тебе важно. Тебе важно. Поэтому запрещается оказывать давление на должника. Не разрешается являться к должнику домой, даже подходить к нему на улице, пусть ты и не предъявляешь никаких требований. Ну, а предъявлять тем более. Это может напугать его или вызвать у него чувство стыда. Следующее. Еврея не имеет права давать долг под проценты другому еврею, а также возвращать долг с процентами. Имеет право давать долг под проценты другому еврею, а также возвращать долг с процентами. Единственное, что возможно, если за это время изменился курс валюты, да? и стал дороже, то тогда можно в таких случаях изменить. Но давать проценты еврею-еврею, ну, в данном случае верующему-верующему, да? Тоже нельзя. Хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова